Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 14 декабря, день Наума, назван в честь святого пророка Наума. Он предсказывал задолго до Христа. Наум повторил грозное пророчество, ранее изученное на Ниневею пророком Ионою. Он предсказал падение и погибель Ниневии, как наказание за ее беззаконие, за разрушение Израильского царства и за Хулу на Иегову. Видя, что пророчество Иона не сбывается, люди обратились к прежним злым делам. Бог покарал их. Ниневия была полностью разрушена и исчезла с лица земли. Народ сегодня говорил, Наум наставляет Наум. По этой причине этот день считали началом учебного года. Утром крестьянское семейство отправлялись в церковь и молились святому Науму. Они просили благословения детей на учебу. Вернувшись домой, они встречали преподавателя и угощали с хозяйского стола, после чего он начинал заниматься с учеником. Отрок, это ребенок от 7 до 14 лет, должен был сделать три поклона и получить в ответ три символических удара плетью. Мать при этом должна была громко заплакать, чтобы ее не считали бессердечной. После ребенка сажали за стол и учеба начиналась. Ребенок раскрывал азбуку, а мать плакала и прочитала еще сильнее. После окончания занятий, проводимых сегодня, учителя одаривали караваем и полотенцем. После этого ученик уже сам ходил на уроки к учителю. На Руси работа учителя считалась престижным занятием и очень ценилась. Приметы. Если сегодня северный ветер дует, это к сильным морозам в ближайшее время. Зимние звезды сегодня на небе переливаются, это к метели. Если рыхлый снег на замерзших окнах начал таять, образовались просветы, завтра, вероятнее всего, наступит потепление. Итак, Юрий Шатунов говорит, что любит кушать разного рода каши. Прежде всего, чтобы приготовить кашу, надо понимать, а какое из зерен будет наиболее полезное. Зерно считается лучшим видом пищи для человека. И знаете почему? Потому что в процессе эволюции и пища, и организм не только человека, но и животных, они друг к другу привыкали. То есть каждый вид животного специализировался на поглощении того или иного рода пищи. К этому приспособились зубы, к этому приспособились особенности пищеварительной системы и человека, и животного. Ну и естественно, выделительной системы все это было приспособлено под употребление животным, и в том числе человеком, того или иного вида продуктов. И вот говоря о зерне, там оказывается все имеется для того, чтобы и питать человека, и, будем говорить, безболезненно выходить. Первонаперво надо объяснить, что собой представляет зерно. И я взял такой вот макетик, который наглядно все это демонстрирует. Значит, платочек – это внешняя оболочка зерна. Она защищает зерно и вроде бы как и не нужна. Но на самом деле это прочная такая часть с обилием микроэлементов, с жесткой клетчатки, которые, проходя по желудочно-кишечному тракту, будут как раз очищать и стимулировать на опорожнение. Значит, вот она. Его, как правило, в зерне, для того, чтобы она лучше хранилась, обдирают. И у нас остаются еще две части. Остается крахмал. Видите, вот он беленький. Это в основном тот продукт, который нас питает, дает энергию, дает нам силы. Также здесь содержится небольшое количество и белков. И вот я взял вот такие ключики, которые демонстрируют зародыш. Самая ценная часть, которая дает жизнь этому зерну, чтобы оно прорастало и далее превращалось в растение – это зародыш. То есть в зародыше сосредоточена жизнь, сосредоточены витамины, биологически активные вещества. Это самая ценная часть. Так вот, оказывается, самая ценная часть, она очень быстро портится и его также удаляют. Все, выбрасывают. А нам-то надо, чтобы была и оболочка, и зародыш, и, естественно, крахмал. И в итоге, когда мы кушаем каши, которые продаются, это очень важно понимать, из зерен, зерны обдирные, мы в целом едим крахмал. Этот крахмал, естественно, нас питает, тут есть небольшое количество и белков, вроде бы полезно, но не совсем. Если мы такие каши обдирные едим, мы не получаем достаточно количества витаминов на их усвоение, переваривание, не получаем микроэлементов, которые содержатся в оболочке. И, естественно, не получаем самой жизни, которая нам и нужна. Поэтому, первое, если вы хотите для целебной кулинарии использовать каши, используйте их всегда цельными. То есть, каша должна быть цельной. Далее, как такую кашу лучше всего приготовить? Естественно, когда будет варка, процесс варки, то он улучшает вкусовые качества, он улучшает, там, несколько, будем говорить, пищеварительные качества, но, тем не менее, он забирает самая ценная жизнь. Поэтому лучше всего кашу готовить следующим образом. Хорошенько промываем цельную крупу. Итак, для целебной кулинарии мы используем только цельную крупу. Промываем цельную крупу, кипятим воду, помещаем кашу в термос, в термос с широкой горловиной, заливаем примерно на один объем крупы промытой, объема 3-4 воды, кипятком, и оставляем на ночь. В течение ночи происходит естественный процесс распаривания, и зерно становится мягким, хорошо жующимся, при этом более-менее, более-менее сохраняет все свои целебные качества. Вот такую кашу лучше всего есть. Она будет и питать, и очищать. И важно понимать, что каша, в основном вот крахмалистая часть, превращаясь в энергию, она выводится очень легко. В виде воды, конечные этапы пищеварения нашего, и углекислого газа. Вода через почки удаляется, углекислый газ удаляется через легкие, и немножечко там белковых, отработанных элементов будут выделяться через почки. То есть нагрузка на организм от использования каш, можно сказать, минимальная. Поэтому-то наш организм лучше всего и приспособлен до питания кашами. 18-е лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало, и это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, ворчевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очевидных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. 19-е лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обольщению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутином. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok